Главное, что хотел бы показать на этой арене, как будут приезжать хоккеисты, куда они будут направляться и как они будут выходить на лед. Сейчас побываем в раздевалке хоккейного клуба Сибирь, не будем гостевую показывать, покажем домашнюю раздевалку нашей команды. Собственно, вот здесь вот тот вход, где хоккеисты будут заходить, сейчас здесь еще в строительной грязи, она уберется в ближайшие дни. Сюда подъезжает автобус хоккейного клуба Сибирь, хоккеисты выходят и дальше идем по пути. Проходят зону контроля и направляются прямо вот как раз туда, где хоккеисты будут проходить в раздевалку. Все достаточно легко, все прямо, налево и сейчас придем в раздевалочку хоккейной команды Сибирь. Есть несколько входов в раздевалку, вот здесь вот зайти могут тренер, но мы сейчас зайдем с другого входа, где врачи заходят. Вот это как раз раздевалка, то место, где заходят тренеры, там тренерская, мы ее сейчас увидим. Следующая дверь, это дверь как раз, куда заходят хоккеисты в раздевалку. Вот их здесь две штуки, тренеры, хоккеисты, все разделено, все достаточно удобно. Ну а мы теперь зайдем с той стороны, где как раз будут заходить врачи, администраторы команды, где будет вся система обслуживания. Вот здесь вот, сразу же рядом у нас тренировочный зал, то есть хоккеистам, чтобы выйти в тренировочный зал, нужно всего проделать 15-20 метров. У каждого специалиста есть свой кабинет, вот, например, с этой стороны будет кабинет, где будет идти заточка коньков. Вот здесь вот тренажерка, там тренажеры уже есть, свет выключен, но пока туда нельзя, но тренажеры завезены. Здесь будут находиться администраторы, вот, кстати, мастера по заточке коньков. Здесь даже подписан строительный вариант, мастерская точка, здесь коньки будут точить. Ну и, собственно, сейчас зайдем в раздевалку Сибири и подробно мы ее покажем. Так, в общем, заходим в раздевалку Сибири, это вот такая больше техническая часть, здесь, здесь сауна, здесь сделан бассейн для того, чтобы хоккеисты после матчей восстанавливались. Ну, все спортсмены ходят в сауну после тяжелых тренировок, либо после игр и покупаются в холодном бассейне. В общем, что дальше, здесь помещение закрыто, это физиотерапия, здесь физиотерапевт хоккейного клуба будет находиться, у него свой кабинет. Здесь душевые для хоккеистов в Сибири, то есть, пока здесь не убрано, но уже все готово, вот так вот выглядит душевая, где хоккеисты после игр будут приходить и мыться. Здесь находится, кстати, туалет, умывальники, мы не будем подробно показывать. Ну, а вот, собственно, сама раздевалка, мы ее много раз уже показывали, все здесь были, ну, в общем, здесь скоро уберутся и хоккейная команда будет здесь находиться. Это кабинет врачей, у врачей здесь все тоже есть, специально где расставиться, где что положить, плюс уже завезена мебель, пойдемте покажу, пойдемте говорю. То есть, есть туалет у врачей в кабинете, здесь уже мы видим, завозят оборудование, это массажные столики специализированные, специальные стеночки загораживать, чтобы отделять зоны для того или иного хоккеиста. То есть, вот это все помещение для врачей хоккейного клуба Сибирь. Вот тоже здесь еще один кабинет дополнительный, тоже, наверное, массажная будет. Здесь уже сами врачи примут решение клуба доктора, как, какое помещение правильно использовать. Вот, что хотелось бы еще из раздевалки показать. Здесь у нас находятся администраторы. У администраторов тоже есть свои кабинеты, есть душевая отдельно. Немаловажный аспект, это, конечно же, сушилка. У хоккеиста в Сибири есть своя сушилка, вот, пожалуйста, прямо здесь в раздевалке, куда они в перерыве заходя могут... Здесь помещение пустое, я сейчас покажу, где сушильные аппараты находятся. Они вот как раз пока временно стоят у нас в тренерской. Вот это вот как раз кабинет главного тренера хоккейного клуба Сибирь. Можно отсюда зайти, выйти в раздевалку напрямую. Это вот сушильные аппараты, которые электронные, как мы видим, здесь специально есть отверстия, подается горячий воздух. Хоккеисты, вот, сейчас сушилку мы показывали, заходят, одевают перчатки, коньки, и пока перерыв идет, кто-то меняет коньки, кто-то наоборот. Просто быстро хочет свою амуницию подсушить. Вот все оборудование, как мы видим, есть. Оно, конечно, переедет из тренерского кабинета туда, в сушилку. Вот, это что касается нахождения команды здесь. Теперь, как команда попадает на лед? Есть еще одна дверь. Нам ее специально, любезно открыли. В общем, выходим из раздевалки хоккейной команды Сибирь, поворачиваем направо. Попадаем в небольшой холл и сразу же оказываемся на ледовой арене. Вот здесь скамейки запасных как раз хоккейного клуба Сибирь. Вот такая история. Буквально из раздевалки до льда метров 20, не больше. Это помещение такое, звонкое. Это как раз в раздевалке хоккейного клуба Сибирь. Сауна и бассейн, где после игры будут восстанавливаться наши ребята и после тренировок в том числе. Вот здесь специально есть душевые кабинки. Есть бассейн, где будет холодная вода. Ну и сама парилочка тоже. Все готово. Осталось помыть. Не знаю, проверяли уже или нет, но, в общем, здесь ребята будут греться после игры. Ходить в бассейн. Ходить в душ. Ну и, соответственно, собираться и идти домой. Вот. Эксклюзивный материал специально для вас, уважаемый телезритель, телеканал УТЭКС. Выходим из раздевалки Сибири. Там зал для сухой разминки. Ну и все-таки я решил вам показать тренажерное, где тоже хоккеисты будут готовиться к игре, будут готовиться к сборам. В общем, вот такая вот большая тренажерка. Здесь все оборудование закуплено. Все сейчас накрыто, замотано. Потом оно все будет включено. В общем, достаточно большой зал для хоккеистов Сибири. И вот это помещение, все оборудование на месте. Его осталось только открыть, которое подключается к электророзеткам, подключить. И спокойно можно готовиться к играм, тренироваться. Все, что нужно для занятия хоккеем или вообще каким-то спортом у хоккеистов в Сибири есть. Ну и, конечно, сразу же испытываем тот вес, который я могу. В общем, как видим, все работает. Я первый, кто на этих тренажерах занимается. В раздевалке побывали. Ну и сейчас тренажерочки. Так. Что здесь еще есть? Оп! Все современное. Крутое. Тут грех с таким оборудованием, с такими помещениями, с такими условиями не показывать невероятные результаты. Ждем Сибирь в новом дворце и ждем самых больших успехов. Ну а сейчас показываю помещение для комментаторов. Здесь вообще, если бы состоялся чемпионат мира, должно было быть 10 комментаторских позиций. Их и делали, собственно, в том числе вот в этом помещении. Это самый высокий пятый этаж. Вот это все комментаторские. Здесь, в прямом эфире, теперь мы будем комментировать и рассказывать о всех играх, которые в ледовой арене будут происходить. Вид. Как вы видите, все абсолютно видно, вся арена как на ладони. Здесь уже установлены комментаторские столы, устанавливаются. Это подсмотровые экраны, куда выводится сигнал трансляции. Здесь будет показываться картинка, которую видит комментатор, комментирует. Полностью уже подготовлено оборудование. Но осталось только здесь установить наушники, и все. И все готово, можно приступать к работе. Вот такое большое помещение. Напротив, кстати, с противоположной стороны, точно такое же помещение. Это будет наша телевизионная студия, где мы будем выходить в прямые эфиры. Традиционно Кристина Лата, Михаил Якимов будет приглашать туда гостей. И в прямом эфире тоже будут болельщики видеть всю чашу. И, соответственно, показывать будем гостей. Ну и вернем, чтобы пока еще до конца не убрались, пыли не было. Что это за помещение? Что здесь будет происходить? Здесь огромное количество очень дорогого, очень важного оборудования. Это аппаратная всех медиасистем главной арены. То есть отсюда управление идет всеми системами, которые у нас зрители видят и слышат во время матча. Вот сейчас мы находимся рядом здесь с боковой пульт. И у него есть какие-то особенности? Это рабочее место звукорежиссера. Этот пульт используется именно для режима спорт. Кроме этого, есть для концертного режима отдельное оборудование. Я просто почему делаю акцент. Это именно для спортивного режима. Пульт фирмы называть не будем, но это пульт мирового класса. То есть, в принципе, на нем и концерты в том числе можно делать. Пойдем дальше. Здесь еще есть интересные пульты. Вот здесь ребята, кстати, работают. Мы уже рассказывали с Андреем в том числе, что все налажено. Вот последние доработки идут, все отстраивают. Пока рабочий такой здесь вид. Так, вот это вот пульт. У нас даже на телекомпании такого дорогого пульта нет. Это вот для видеокуба, да? Ну, не совсем так. То есть, это видеомикшер, да, который используется в том числе и на телекомпаниях. Такие пульты стоят там в Москве на ГТРК, кое-где еще. То есть, это прям профессиональный телевизионный пульт. У вас, да, такого пока нет. На федеральном канале таких. Да. Но это как бы часть системы, да, которая занимается выводом видео на куб, на строку. Есть еще графическая станция, которая связана. Она генерирует всю графику, да, вот все, что мы видим. Рамочки, счет, вот, ну, можно на кубе посмотреть. Она интегрирована полностью с системой судейского хронометража. То есть, все данные берутся автоматически оттуда. И она как бы уже в графическом виде эти данные преподносит зрителям. А вот тот пульт тогда для чего? Здесь еще один пульт, я говорю, что он не заканчивается. Ну, да, вот здесь, как раз, рабочий место системы ледовой проекции будет находиться. Да, вот он, сервер, который за это отвечает. А, ну, это еще не установлено? Нет, он установлен, он работает, он просто сейчас выключен в положении. Вот это, это... Свою штуку вижу для комментатора. Да, это пульт комментатора, за которым как раз ты и будешь работать потом. Это пульт управления световыми приборами. А сколько их здесь, кстати, установлено? Приборов световых здесь 106 приборов. Обалдеть. Да, причем, то есть здесь это стробоскопы, а остальные 96 – это большие профессиональные светильники, которые используются, ну, в первую очередь в концертной индустрии. Для спорта они применяются для предматчевых шоу, для всевозможных эффектов взятия ворот, подсветки каких-то зон, еще чего-то. То есть вот это все будет, да? Это все уже есть. Здесь, кроме этой аппаратной, есть еще другие аппаратные, да? Здесь есть, допустим, отдельная аппаратная интершума. Это отдельная аппаратная. Еще лучше будет слышно хорошо все. Да. И есть отдельная аппаратная трансляционного озвучивания. То есть это вот как раз-таки тот звук, про который ты говоришь во всех общественных зонах, в холлах, в фойе. Это все разделено, причем, на зоны независимые, в каждую из которых можно там какую-то информацию дополнительную подать, ну, объявление сделать или еще что-либо. Подписывайтесь на наш канал.